Добрый день, уважаемые члены Президиума и участники конференции. Представляем вашему вниманию нашу работу на тему «Особенности работы учреждений здравоохранения Саратова и Саратской области в условиях пандемии COVID-19». Работу выполнили студентки 4-й группы 5-го курса педиатрического факультета Крылова Анжелика Габибулаева Наида и Аненкова Анастасия. Эпидемия COVID-19 уже вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. Особенностью этой инфекции является быстрота распространения. В настоящее время в Саратской области зафиксировано более 57 тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них более 900 человек скончалось. Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с особенностями диагностики и оказания медицинской помощи больным. Цель нашей работы – изучить особенности работы учреждений здравоохранения Саратова и Саратской области в условиях пандемии COVID-19, на примере Саратской городской клинической больницы номер 2 имени Розумовского, университетской клинической больницы номер 1 имени Миротворцева и Вольской районной больницы. Задача. Изучить работу учреждений здравоохранения Саратова и Саратской области, ковидные госпитали, по данным Минздрава и управления Роспотребнадзора по области, изучить архивные материалы Минздрава и Управления Роспотребнадзора, в частности касающиеся количества заболевших и выздоровевших больных, число койко-мест в госпиталях, количество аппаратов и ВЛ, провести анализ полученных данных и сделать вывод. Заместитель министра здравоохранения Саратской области на брифинге 28 октября 2020 года назвал все стационары, которые принимали пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Всего в Саратской области 18 таких учреждений, которые вы можете видеть на данном слайде. Нами были изучены материалы областных Минздрава и Роспотребнадзора об особенностях работы учреждений здравоохранения Саратова и Саратовской области в условиях пандемии COVID-19 с марта 2020 года по апрель 2021 год. Предлагаем вашему вниманию краткий анализ работы Саратовской городской клинической больницы номер 2 имени Разумовского, университетской клинической больницы номер 1 имени Миротворцева и Вольской районной больницы. На базе Саратовской городской клинической больницы номер 2 имени Разумовского, которая одна из первых в городе Саратове, перепрофилирована под размещение больных коронавирусной инфекцией, на апреле 2020 года были развернуты более 400 дополнительных коек для граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. В апреле 2020 года на базе Саратовской городской клинической больницы номер 2 имени Разумовского было развернуто 417 коек инфекционного профиля, включая 269 коек, обеспеченных кислородом, и 36 коек аппаратами ИВЛ. 25 апреля 2020 года в отделениях на лечение находилось 257 пациентов, из них 82 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом. В мае 2020 года на лечении находились 82 пациента, из них кислородную поддержку получали 29 человек, 5 РНВЛ и 40 имеющихся аппаратов. С апреля по октябрь 2020 года в данной больнице было вылечено порядка 2900 пациентов, ежедневно выписывались на одолечивание 30-40 человек. В этот период было доразвернуто с 417 до 450 коек. В октябре 2020 года на лечении находилось 440 пациентов, из них 300 получали кислородную поддержку. Зарегистрировано 70 летальных исходов от COVID-19. С января 2021 года в Саратовской городской клинической больнице номер 2 имени Разумовского наметился спад заболеваемости и в феврале 2021 года COVID-19 госпиталь перевели в плановый режим работы. Также в мае 2020 года на базе университетской клинической больницы номер 1 имени Миротворцева был открыт инфекционный госпиталь для нелечения больных со средне-тяжелой и тяжелой степенями тяжести COVID-19. Были перепрофилированы койки кардиологического, урологического и гинекологического отделений клинической больницы. Дополнительно развернуто 300 койко-мест, установлено около 50 аппаратов ИВЛ, подведен кислород для осуществления кислородной поддержки пациентов. В начале октября 2020 года началась вторая волна COVID-19, что повлекло за собой влечение коечного фонда до 300 коек. В первые дни работы поступило более 100 пациентов. 15 февраля 2021 года закрылся госпиталь на базе университетской клинической больницы номер 1 имени Миротворцева. На базе Вольской районы больницы в мае 2020 года был открыт ковидный госпиталь, в котором было развернуто 36 коек. На лечении находилось 105 пациентов с признаком небольничной пневмонии. При этом диагноз COVID-19 был подтвержден у 86 пациентов. В октябре 2020 года было дополнительно доразвернуто 78 коекомест. На лечении находилось 110 больных. За весь период работы в госпитале находилось на лечении 244 больных. 182 пациента выписаны по выздоровлению. 47 человек переведены на долечивание в больницу города Саратова. За весь период работы в стационаре зарегистрировано 2 летальных исхода от COVID-19. В январе 2021 года ковидный госпиталь был переведен на плановую работу. Мы провели сравнительный анализ данных и результаты вы можете увидеть на слайдах. Медицинские учреждения города Саратов и Саратской области оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, связанную с заболеваемостью COVID-19. И приняли все необходимые меры по оказанию медицинской помощи больным. Самоотверженный труд медицинских работников в первичном звене и в красной зоне показал профессионализм медицинских работников при работе с COVID-19, что позволило свести летальные исходы к минимуму. Благодарим за внимание.